Друзья, мы с вами продолжаем играть в вулканой. Собственно говоря, у нас с вами 16 минут до извержения вулкана. И если не ошибаюсь, мы вроде как под землей или нет? Давайте посмотрим в перископ, потому что я, честно говоря, абсолютно не помню. Вроде я из-под земли вылезал, нет? Да, я вылез из-под земли, все хорошо. То есть мы с вами на поверхности. Естественно, в прошлый раз, то есть в прошлом выпуске, я еще только пытался разобраться с игрой, поэтому расстановка всех этих инструментов, всех этих, как сказать, станков, не очень хорошая. Не самым лучшим образом я это расставил. Но, честно говоря, и пространства, как видите, у нас с вами очень мало. То есть реально пространство очень-очень ограниченное. Я предлагаю в этом выпуске обязательно заняться расширением нашего бура, то есть нам нужно с вами пристроить еще один модуль. Нам просто с вами нужна медная простина, труба и болты. Давайте быстренько это сделаем. Нам не хватает трубки, болтов и создаем ее. Без понятия, что это такое, но мне кажется, это как бы какой-то дополнительный отсек. Давайте попытаемся его достать. Кстати, у нас же с вами просто есть еще и дополнительное задание связаться с капитаном. Давай свяжемся, хорошо. Вот здесь как раз задача. Установите сегмент бурового корабля. Да, принимаем, естественно, задание. Но, пожалуйста, не заставляйте меня еще раз. Заставляет еще раз его скрафтить. Ладно, хорошо. Давайте еще раз по компонентам. Болты, пластины, трубки. Но он, честно говоря, какой-то уж очень дешевый. В принципе, если у нас с вами будет два сегмента, тогда же будет лучше, потому что у нас с вами будет больше пространства. И здесь написано наверху справа, то есть здесь есть задание наверху справа, что корабль наш должен уйти под землю, то есть go down, чтобы установить сегменты, потому что сегменты все устанавливаются под землей. Кстати, если отменить анимацию, то внутри у нас с вами как раз корабль будет нахреняться. Прикольно, даже это здесь реализовано. И, если не ошибаюсь, нам с вами нужно дождаться, когда он сейчас остановится. Ждем. Хорошо, остановились. Дальше подходим сюда, нажимаем на меню и добавляем вот этот сегмент. Хорошо, получено достижение. Экстендер, удлинитель. Могу добавить еще один? Не могу. Для того, чтобы установить еще один, нам с вами требуется улучшенный двигатель. Давайте пока что положим сюда. Воу. Воу. Это прям... Это прям очень круто. У нас прошло автосохранение. Кстати, можно это дело все разбить на два этажа тоже. Это просто, я так понимаю, переход. Здесь ничего сделать нельзя. Секундочку. Давайте-ка с вами что-нибудь еще скрафтим, но для начала свяжемся с капитаном. Подготовься к атаке. Перед тем, как атаковать первый источник лавы, тебе понадобится соответствующее обмундирование. Создай пять гранат, два меткита и один шоткан слакс. Это, скорее всего, боеприпасы для дробовика. На самом деле, это все очень просто. Ну, давайте сделаем, потому что все-таки нам это с вами так или иначе пригодится. Почему я не могу сделать? Болты нам нужны. У нас с вами нужны болты. Что вообще происходит? Модуль not opened. Секундочку. А, я не могу под землей что бы то ни было здесь скрафтить. Все, я понял. Чтобы что-то скрафтить, мне нужно обратно подняться на поверхность. Все. Тогда наши модули раскроются, и мы снова с вами сможем крафтить. Но почему-то только под землей возможно добавлять дополнительные отсеки. Слушай, прикольно это все выглядит так классно. Шикарно. Прямо как в поезде настоящем. У нас просто в подлодке очень много медных слитков и прочего-прочего, то, что нам с вами реально пригодится. Это все оставим здесь. У нас там также огромное количество переработанной серы. И you are out of coal. То есть у тебя закончился уголь. Уголь у нас там тоже с вами есть. Просто все оттуда нужно забрать и притащить сюда. Мне вот что интересно. Могу ли я из его подлодки что-нибудь стырить? Ну, например, там шкафчик отсюда забрать. Здесь у нас с вами сера. Секундочку. Тут еще сера. Уголь. Кстати, вот отсюда тоже можно сейчас будет подзабрать немножечко угля. Столько мне не нужно. Я половину отдам тебе. Вот это заберем отсюда. И у меня больше нету места, да? Drill Ship Corps. Еще одно ядро от корабля. А, ну ладно, хорошо, бог с ним. Правда, нам не навряд ли нужно, но отнесемся все-таки на свой корабль. Во, вот это я понимаю кораблик. Вот это действительно прикольно. Интересно, насколько большим он у нас с вами может быть. Это пока что с вами закидываем сюда. Так что это тоже пошло сюда. В первую очередь я предлагаю, знаете, что скрафтить? Нам с вами все-таки нужно вот такой вот шкафчик сделать. Нам понадобятся на это дело пластины и болты. То есть с вами скрафтим еще один болтик и две пластины. И смотри-ка, я его на самом деле поставить могу где угодно. То есть он просто может, ну вот так вот, например, стоять, потому что здесь у нас нету модульных как раз стенок. Поэтому мы можем установить шкафчики где-то вот здесь. Вот раз, два. Хорошо. Пока что будут стоять здесь, если что, мы с вами переставим. И переложим сюда все лишнее, то, что нам с вами сейчас не нужно. Отлично. Возвращаемся назад. Нам с вами нужно было скрафтить. Нам нужно сделать болты, пластины и трубки. И дофига их нужно на самом деле. Дальше делаем боеприпасы для дробовика. Раз. Сделали метки. Так и он делается, господи. Делаем с вами две аптечки и делаем с вами пять гранат. И нам с вами снова нужно связаться с капитаном. Ну давайте пока что пойдем по заданиям, потом уже будем улучшать наш корабль. Деактивируйте источник лавы. В общем, он нам говорит, что пришло время атаковать этих когов. Ну, C-O-G, ког. Ну, сок. Нет, скорее всего, ког читается. И преподать им урок, чтобы они знали, где их место. Отправляйтесь к лавовой пещере и уничтожьте лазерный бур. Убедитесь в том, что у вас достаточно гранат, чтобы расправиться с ним как можно быстрее. Уничтожьте все модули у основания крана, ну или что-то типа того. И он обрушится. Спланируйте время атаки правильно. Если вам понадобится спрятаться от вулкана, то есть если произойдет извержение вулкана в тот момент, когда вам нужно атаковать, то, собственно говоря, все ваши силы будут напрасны. На самом деле я предлагаю сделать побольше гранат. Чего мне не хватает? Пластин. Раз, два, три, четыре, пять. Предлагаю сделать побольше гранат, действительно, потому что вдруг мне не получится так нормально их раскидать. По патронам вроде все хорошо, по хилкам тоже все замечательно. Кстати, одну хилочку можно просто убрать, потому что она лишний слот занимает. Пускай здесь валяется. И делаем с вами еще пять гранат. И смотрите, я хочу просто воссоздать вот эту штуку, вот так, как сделано здесь. То есть я так понимаю, что нам с вами нужно сейчас перейти сюда, дальше структуры, создать вот такую вот фигню, да? То есть пол с дырой. Для этого нужна одна трубка, одна пластина. Дальше с вами делаем одну трубку, одну пластину, структуры. Делаем эту штуку. На лестницу нужна одна трубка. Делаем лестницу. Это все готово. Теперь можно это все отсюда забрать. У нас еще полторы минуты, нормально, мы успеваем. Возвращаемся сюда. Устанавливаем с вами пол. А, нормально, в принципе, я его подобрал. Все хорошо, не страшно. И сюда, я так понимаю, что можно поставить лестницу. А я лестницу взял. Есть лестница. Вот, вот так вот ставим лестницу. И теперь здесь тоже можно подниматься на второй этаж. И тоже можно будет здесь установить шкафчики или что-то типа того. С этим разобрались. Ну что, погнали под землю, прячемся от извержения. А прикольно это все-таки сделано. Только что была зелень. И вдруг вот такой вот пепельный ад. Хорошо, я тебя понял. Как раз об этом и говорили на заставке в самом начале. Ну что, отправляемся с вами в локацию, как она называется? Лавовая пещера. Вот это. Лазер Дестроер. Лава Сурс 1. Это локация точка 10 или 11. Непонятно. Хорошо. Давай попытаемся это здесь выбрать. Пускай будет 10. Отправляемся. Да, все правильно. Лава Кейв 10.11. Мы вроде поехали с вами туда. Поверхность 11. В подземной зоне 10 невозможно было приехать, потому что там стояла как раз бурильная установка. Все, мы с вами попадаем туда, куда нужно. Фига себе. Как я помню, в начале нам сказали, что сначала появилось 3 вулкана. Ну, то есть я понимаю таких небольших относительно. А потом появился один огромный вулкан. Ну и, собственно говоря, нам нужно будет разобраться с двумя вулканами, которые поменьше. Окей. Здесь что-нибудь вообще годное есть, мне интересно, или нет? И что мне нужно разрушить? Хорошо, подожди. Во-первых, здесь огромное количество серы. Но, типа, я не очень хочу сейчас туда спрыгивать. Может быть, получше есть? Вон, разрушить, разрушить. Потом там еще что-то. Понятно. Давай прям немножко серы соберем, потому что ее все-таки не так много. Хорошо. Я вижу тебя. Там дрон. Вон отметки. Разрушить, разрушить. 100 метров, 135 метров. Там еще какая-то фигня. И рядом были эти дроны. Ну, или роботы. Что-то типа того. Где-то они здесь были. Прям один подо мной ходил. Вон. Нет, я попал в камень. Прилетело прям передо мной где-то. С ними все-таки нужно разобраться, потому что иначе... Они нам могут спину носовать. До свидания. У вас патронов нету? Есть. Замечательно. Замечательно. У тебя... Long distance radio. Ммм... Радио дальнего действия. Хорошо. Погнали вперед. 50 метров до цели. То есть я так понимаю, что нам нужно просто в первую очередь раздолбать вот эту фигню. Бросаем. Не разрушил пока что. Бросаем еще одну. Может быть нужно в основание кинуть? Периодически хорошо срабатывает. Периодически. Вот эту фигню нужно разрушить, скорее всего, да? Вот только сейчас она разрушилась. Я потратил на это 10 гранат. Хорошо, нужно сделать еще гранаты. У нас с вами 12 минут. Нормально, успеем. Фига себе подготовка к заданию. Почему было сказано, сделайте 5 гранат? Бред какой-то. Нет, мы здесь с вами не поднимемся. Кстати, здесь можно еще одну дверь поставить, потому что корабль очень большой получается, чтобы можно было в него заходить с разных сторон. Давай, мухой, все это делаем с тобой быстро. Во-первых, нам с тобой нужно накрафтить вот этого дела. Так, хорошо. Переложим серную руду сюда. Металл у нас с вами есть, это все есть. Потом мы с тобой... Сделано, да? Медные слитки побольше. Хорошо. Дальше нам нужны трубки, если не ошибаюсь. Компоненты. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то типа того. Здесь нужна одна трубка, одна пластина и две единицы серы на каждую гранату. Блин, вот ведь зараза. Раз, два, три, четыре, пять. Делай. Делай сколько можешь. И здесь та же самая история. Давай побольше. Побольше серы. Давай, как можно больше всего крафтим. Пять серы. Эти задания немножко мешаются. Я так понимаю, что их можно свернуть. Ну да ладно. Шесть у нас с вами гранат еще есть. Хорошо. И это все скрафчено. Нету материалов, компоненты. Давай еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот. Здесь тоже семь. Блин. Один крафт скидывает другой. То есть он не встановится в очередь. Я немножко спешу. У нас просто очень мало времени. Десять минут осталось. У меня такое ощущение, что я еще немножко не туда кидал эти чертовы гранаты. Три гранаты еще сделал, да? Что там по следкам? Ммм, давай. А могу я прям вот много заказать? Что это такое? Вот это что такое? Бесконечно что ли делать? Пока можешь. Да, инкью. То есть это сейчас крафтится, пока есть серы. Пускай крафтится. Плевать. Мы с вами отправляемся взорвать дальше. Десять минут ровно. Там еще две опоры. И здесь возможно сейчас еще роботы будут. Да, 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 да. Черт, это турелька. Это не робот, это турелька. Защитная башня. Ах ты зараза, а? А взорвать я ее могу? Вот так вот как-нибудь бросив. Подожди, мне нужно сейчас подлечиться в первую очередь. Нормально. А я могу гранатой достать это дело? Отсюда. Недолет. Бежим. Давай попытаемся вот сюда добежать. И закинуть туда. Не попал. Еще лечимся разик. И бежим туда. Прям сразу кидай. Раз. Два. Только не умирай. Фигня какая-то происходит. Подожди, пробежим. Здесь она по мне не попадает. Давай пытаемся разрушить. Есть раз попадание. Нам нужно вот этот механизм разрушить. Я понял. Два попадания. А с той стороны. А вот эта еще штука. Подожди. Вот я понял. Они туда кидают. Вот что разрушать нужно. Еще три гранаты. Вот теперь понятно стало. На. Не попал. Нужно раздолбать эту чертову турель. Последняя граната. Разбито. Господи. Это было очень просто на самом деле. 7 минут 20 секунд. Это было на самом деле очень просто. Нужно просто приноровиться немножко к этому делу. Давай добываем. У меня постоянно все это дело перелетало. То есть либо недолеты, либо перелеты были. Нужно точно было попасть в модуль. Но. Блин. Пока не попадешь, ты это дело не узнаешь. Но теперь я это дело знаю. Теперь все хорошо. Так. Секунду. Да не надо. Это я случайно сделал. Ты не рычи. Не рычи. Все хорошо. Делаем с тобой. Хватит. Делай с тобой, пожалуйста, вот это вот. Бесконечно. Да. Крафт. Дальше. Нет материалов. Да есть материалы. Прекращай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше у нас с вами там еще есть медь. Где-то вот здесь лежит. А, у нас здесь слитки есть медные. Замечательно. Хорошо. Выкидываем сюда слитки. Отлично. Делаем с вами одну хилку. Делаем с вами гранаты по полной. Заберем это дело. Заберем хилочку. Ну что, новые десять гранат. Этого должно хватить, потому что теперь понятно, что здесь делать. Не сразу мне стало ясно. Немножко это все было не очевидно. Ну, а теперь все понятно. И как мне попасть туда? По кругу, что ли? Мне нужно все это как-то дело оббежать теперь, да? Походу, да. Походу, где-то должен быть проход. Видимо, здесь. Это же не лава? Да нет, вроде не лава. Это просто отблеск. Да, это просто отблеск. Тихо. Бежим. Мне кажется, на мою установку нападают. И она отстреливается. Нам с вами сюда. 4 минуты 40 секунд. Спокуха. Вижу его. 140 метров, мы на месте. Он где-то здесь был. Вон он. Ладно, плевать, он ушел. Просто бежим к турели. Там еще один. Нормально, он ушел за камень. Сейчас мы под прикрытием камня все с вами сделаем. Кстати, когда ты в них прицеливаешься, появляется крест. Когда ты не прицеливаешь в них, то у тебя просто точка. Эй! Давай, разваливайся. 3 минуты 50 секунд. Реперкит. Это чтобы отремонтироваться, кстати, это тоже можно забрать. Такое ощущение, что кто-то еще сюда приезжает, да? Потому что какие-то такие звуки непонятные. Станок, верстак, точнее. Ладно, плевать, пускай будет. Ну что, здесь нету этих штук? Нет? Вроде нормально все. Давай гранатами закидываем. Раз. Что, не разрушил, что ли? Камон. Может, крепкий и просто. Минус. По 2 граната нужно, да? 4 граната остается. Сейчас главное не протупить здесь ничего. Давай, последняя. Все. Теперь бегом обратно. 3 минуты. Серу подсоберем. Задание выполнено. Отличная работа. Это должно сделать более сложным для Когов удерживать вулкан активным. Я понял. А почему они хотят удерживать вулкан активным? Подожди. Это разве мой корабль? Это не мой корабль. Это не мой корабль. Это корабль Когов. У них есть свои собственные корабли. Ты представляешь? Вот этого я не знал. Хорошо. И они перемещаются. Вот это для меня новость, черт побери. 2 минуты 20 секунд. Все, чешем на корабль. Плевать. Давай. Осталось добежать-то совсем чуть-чуть. Нужно, нужно с этой стороны обязательно сделать вход. Потому что это неудобно, когда тебе только с той стороны возможно зайти внутрь. Все, отлично. Мы с вами на месте. Просто уходим под землю. Это можно дело выключить. Сейчас уйдем под землю и после этого свяжемся с капитаном. Что мы там с вами насобирали? Радио дальней связи. А это что ли? Это обычное радио, да? По большому счету. То есть, я так понимаю, что... Вот сюда, наверное, знаете, куда-нибудь можно поставить радио дальней связи. Ну, потому что просто чтобы было. Хотя, я, честно говоря, даже не знаю смысл от него. Ну, пускай будет стоять вот здесь где-нибудь. Ну, просто так. Радио дальней связи. А оно чем-то отличается от моего радио внешне? Да оно точно такое же. Просто оно не подключено никуда. Нет, вот теперь подключено. Могу его использовать? Ну-ка. Да, могу спокойно связываться с капитаном. Это может быть, если тебе понадобится на каком-то другом корабле установить. Черт его знает. Итак, нам с вами понадобится еще металлолом. А, тебе нужно подготовить систему твоего бурильного корабля для того, чтобы разбирать все ненужные вещи на составляющие. Мы начнем со строительства станции металлолома и сбора медного металлолома. Металлолом может быть найден рядом с разными структурами. Так что нам нужно с вами разместить скреп-стейшн и в кармане иметь 10 металлоломов в хранилище иметь. Ну, на самом деле, простенькие квесты, я так понимаю, это нужно исключительно для того, чтобы, ну, металлолом собирать. Может быть, как раз нам дадут возможность разламывать все вот эти вот агрегаты потом, сложно сказать. Но для этого нам с вами желательно вернуться поверхность обратно в первую точку, потому что там как раз металлолома было очень много. Отправляемся к нему, плюс у него с корабля еще нужно кое-что забрать. А здесь мы с вами все выполнили. Но предлагаю к этому заданию уже переходить в следующем выпуске. Надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Мы с вами вместе сегодня реально много сделали. Расширили наш корабль, посмотрели, как здесь можно его оборудовать. То есть, всякие шкафчики, потолки, полы. Естественно, мы с вами сразились сегодня с противниками. Но это все так довольно-таки просто и примитивно. Но мне интересно посмотреть, что там дальше есть, какие здесь еще есть установки, что можно еще такого классного сделать. Так что на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok